здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам обзор книги кукла и карлик автор славой жижик славой жижик который родился в 1949 году культовый автор восточно европейского интеллектуального круга один из наиболее смелых и глубоких исследователей современных идеологий европейскую известность ему принесли работы все что вы хотели знать о лаконе но боялись спросить у хичкока работа вышла в 1982 году сосуществование с негативом 1993 возлюби свой симптом 1992 13 опытов о ленине 2002 год и другие аннотация к книге кукла и карлик что такое христианство с точки зрения современного марксизма известный славянский философ последователь маркса и лакона обнаруживает в христианстве скрытое перверсивное ядро источник ереси сомнения также бунтарство против закона с большой буквой з и даже самого бога которая превратила сообщество верующих в первую революционную партию перевернувшую ход человеческой истории откроем оглавление и прочитаем его введение кукла по имени теология теология с большой буквы глава 1 там где восток встречается с западом восток и запад с большой буквы глава 2 так называемая поразительная романтика ортодоксии так называемая потому что название главы включено в кавычки глава 3 отклонение реального глава 4 от закона до любви три точки и обратно глава 5 вычитание иудаизм и христианство приложение сегодняшняя идеология и примечание эта книга довольно долго стояла у меня на полке я ее купил по совету одного знакомого который учился в 2007 2011 годах он учился на историческом факультете орловского государственного университета и этот знакомый посоветовал мне вот этого автора и эту книгу потому что эту книгу в свою очередь ему посоветовал прочитать его преподаватель философии и я купил эту книгу и начал ее читать я понял что я ничего не понимаю в том что пишет автор что такое перверсивное ядро почему теология это кукла и так далее то есть вопросы возникали у меня в те годы не было какого-то базового гуманитарного образования за исключением уроков истории в школе и техническом университете за исключением уроков философии и культурологии в том же университете поэтому я продирался сквозь вот эти термины очень тяжело но тогда мне в голову не пришло пойти в интернет и найти определение этих терминов чтобы понимать о чем пишет автор я использовал эту книгу те годы как снотворное я прочитывал одну две страницы я ничего не понимал я ложился спать и тут же засыпал уже спустя много лет после того как я купил эту книгу я несколько раз возвращался к ней я возвращался к ней в двенадцатом пятнадцатом восемнадцатом году но я не возобновлял чтение а я продолжал читать с того момента на котором я закончил и за это время я успел прочитать грегори бейтсона священное единство я успел прочитать две книги жанна бодрияра я прочитал альфреда коржипского первую книгу науки и здравомыслия также я познакомился с трудами серина киркегара понятия страха болезнь к смерти страх и трепет которые как раз и ввели меня в какое-то какое-то общее представление о теологии и отношение к этому предмету но все равно несмотря на все мои усилия каким-то образом пробиться сквозь слова которые есть в этой книге они до сих пор эта книга вызывает трудности при чтении и я делаю этот обзор с трудом дочитав эту книгу и как я уже выше сказал удалось ли мне что-то понять я могу сказать что нет единственное что я могу сказать что перверсивное ядро перверсивное это в переводе можно сказать что это какое-то отклонение перверсия отклонение то есть отклоняющиеся ядро то есть если оттолкнуться от этого термина то автор говорит о том что в теологии есть люди которые отклоняются от общепринятых трактовок и дают свои трактовки я ничего более добавить к этому обзору тире отзыву сейчас не могу возможно через десять-пятнадцать лет я вернусь снова и снова прочитаю эту книгу и возможно что я смогу понять ее лучше и возможно тогда мое гуманитарное образование будет более широким и возможно что у меня появится желание сделать еще один обзор эту книгу с большим пониманием и разложением каждой главы на составляющие которые я могу рассказать простым языком без терминов без использования перверсивного ядра или дискурса или еще каких-то других терминов возможно а на этом я с вами хочу попрощаться но прежде я вас благодарю что вы досмотрели отзыв на книгу слова я жижика кукла и карлик до конца подписывайтесь на канал ставьте колокольчик уведомления чтобы быть в курсе выхода новых видео благодарю вас за внимание желаю вам всяческих успехов и до новых встреч